Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, депутат Европарламента, лидер партии ЧЕС служит Реги Андрей Саммерикс у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Голос Саммерикс из Европы сейчас, можно так назвать. Да, именно так. И там происходят очень интересные события. Я знаю, что вас избрали на важную должность, и это, в принципе, для страны, у которой всего 8 депутатов Европарламента. Ну, я бы сказал, такая мини-политическая сенсация. Может быть, с этого мы и начнем. Да, но это политический опыт у меня не такой, как я когда работал в Риге, и когда мне уже много лет было понятно, как и где принимаются какие решения, то Европарламент это 750 депутатов, которых избрали 220 миллионов, больше чем 220 миллионов граждан Европы, что немножко больше половины всех, которые имеют право голосования. И, конечно, каждая страна имеет соответствующее количество депутатов. Латвия 8, Эстония 6, Германия 99, ну, если мы так сравниваем. Вот. И то, что касается сегодняшней ситуации, да, то есть есть посты, на которые ты можешь претендовать, ну, тогда тебе нужен, как это говорят, вес. Ты не можешь выйти в ринг, там, на бокс, один будет весить 50 килограмм, а другой будет 130 килограмм, да. То практически можно сразу сказать, первый удар это убийство, да. Поэтому также в парламенте Европы это очень такой большой отбор произошел, и мне просто была такая возможность в комитете транспорта, где мы очень тешно, я сотрудничаю с скандинавскими странами, это Финляндия, Швеция, Дания, ну, и по тому сложению обстоятельств, у них, они выдвинули, они выдвинули мою кандидатуру, то есть депутата из Латвии выдвинула шведская делегация, как своего тоже представителя, ну, в руководстве транспортного комитета, и так я стал вице-президентом. То есть, как Латвия не возражала, но выдвигали шведы, так можно сказать, и поддержали другие скандинавы, я сегодня являюсь как бы представителем всего этого региона, как вице-президент транспортного комитета, это вся Скандинавия, Финляндия, Швеция, Дания, все Балтийские страны, Эстония, Литва, Латвия. Десятки мировых жителей, между прочим. Это больше как уважение и репрезентационное, то есть я представляю Европарламент как вице-президент транспортного комитета разных, ну, межевропейских событиях, то есть которые связаны, ну, с транспортом, с инфраструктурой, с туризмом тоже, да, это еще один аспект. Большой блок, да. Да. А логистика, транзит тоже можно считать? Логистика, транзит, конечно, это основное, мы сегодня говорим, основные пункты ответственности, это воздушный транспорт, это железнодорожный транспорт, это сухопотный и морской, да. То есть все виды транспорта, дигитализация, это и также борьба с выбросами, это и изменение всей этой инфраструктуры. И во многом мы сегодня можем говорить, если в перспективу, конечно, через транспорт пойдут и все фонды Кохезии, ТНТ, Кохезии, на которые также очень рассчитывает Латвия, в том смысле, что мы рассчитываем на 7 лет будущих. То есть 7-летний бюджет Европы, он начинается 1 января 2021 года, и это 7-летний вот этот бюджет следующий. Для того, чтобы его проект сложить, надо, ну вот следующий год, 20-й, будет тот, который будет, пройдет вот в этом знамени вот этих всех желаний и возможностей. И поэтому это очень похоже на то, что происходит здесь у нас в парламенте, сами по бюджету, но здесь, конечно, цифры другие, раз. И два, то, что надо считаться с тем, что мы понимаем, что если уйдут англичане, ну я 99% скажу, что это, наверное, единственный сценарий сегодня. Если они уйдут, то реально, то есть англичане были донорами евробуджета, то есть евробуджет становится меньше, и, соответственно, есть два вопроса. Или кто-то платит больше, то есть доноры, или кто-то платит больше, и тогда сохраняется общий объем, ну или сокращается. Мы знаем, что Латвия от евробуджета получала 10 раз больше, чем выносила. То есть на 1 евро, который она вносит как взнос, она получает 10 евро обратно. Да, вот у вас большой опыт, вы в прошлый раз тоже об этом обмовились, большой опыт работы и в Сейме, даже на посту вице-спикера, и в Рижской думе. Вы знаете, как общается коалиция с оппозицией. Я так понимаю, что в Европарламенте это все несколько иначе. Вот той ситуации, которую было вчера, мы наблюдали в Сейме, где все дошло до того, что оппозиция вообще встала и покинула зал, и дальше уже бюджет принимался совсем иначе. Я так понимаю, что все-таки в Европарламенте взаимоотношения другие. Ну, надо сказать, что абсолютно другие. Возможно, это и из-за того, что Европарламент попадает по большому отбору. Все-таки, как я сказал, 220 миллионов избрали 750. И надо сказать, что в Европарламенте в первую очередь идет борьба об идее. Ну, то есть, ты можешь предлагать, ты можешь как бы уговаривать, убеждать. Но это идея, это предложение. И никогда, скажем, не обсуждается твоя личность, обсуждается твое предложение, то, что ты предлагаешь. А не то, где ты родился, с кем ты там женат или живешь, или что украл, или так далее, так далее. У нас в политике Латвии, к сожалению, все наоборот. То есть, иногда очень важные и нужные предложения, которые также и в парламенте выдвигает оппозиция, ну, то есть, депутаты, они идут через призму. Ах, кто эту идею выдвинул? Эту идею выдвинул оппозиционер. Он там вообще дружит с Россией, он там, может, не так что-то еще сделал, он, может быть, что-то украл. И, то есть, сначала как бы полный наезд на политика, а после этого уже нет смысла его идею обсуждать, потому что он сам дурак. Ну, вот, можем говорить так. И это очень вредно, потому что мы переходим сначала на личности, а потом мы забываем вообще о сути того, что предлагается. В Европарламенте, наоборот, практически никогда я не слышал, что кто-то обсуждал личность. Личность – это, может быть, разные вероисповедания, убеждения, левые, правые, левые, правые, там, еще какие-то. Но это спор идей, это не, ну, скажем, унижение или, ну, такое оппонента. Вот предыдущий наш эфир состоялся накануне важного события в жизни любой партии, честь служит Риге, в том числе, Конгресса. Прошел Конгресс недавно. Может быть, несколько слов, как вы оцениваете его решение или что дальше будет происходить с партией? Ну, вы понимаете, что на сегодня мы все взрослые люди и те, которые по собственному желанию, их никто не заставлял, не выламывал руки на спину и не ложил там на асфальт и требовать, чтобы он что-то делал или отказался от чего-то. То есть люди добровольно шли на выборы, шли в список и сказали, да, мы готовы служить рижанам, мы хотим работать на благо города и обещаем делать то-то, то-то. Это никто насильственно, это никого насильственно это не составлял. Но, к сожалению, так ситуация сложилась, наши коалиционные партнеры, честь служит Риге, в согласии, четверых за разные нарушения, как они объясняют, вы исключили из своих рядов, как недостойных быть в согласии. Ну, из-за того стала вот эта ситуация, в которую мы сейчас попали, ну, нет большинства, ну, то есть, ну, как, даже в школе, в первом классе уже, наверное, учат, ну, когда ты отнимаешь от, ну, большинства соответствующую цифру. Может, не хватит? Ну, никак, не хватает, но если раньше у согласия был 21 голос фракции, у нас в честь служит Рига 11, вместе 32, согласие исключает 4 своих членов, ну, что получается? В 17, у нас 11, ну, 28. Ну, и что дальше делать? Ни одно решение принять нельзя. Ну, там, тем более ругаются, то есть, обвиняют друг друга. Ну, и на такой ситуации, я считаю, мы сегодня попали на очень такой, ну, неправильный путь, когда мы сами деградируем, вот, то понятие политика, которая работает на благо города. Если так продолжается, я не вижу, я не вижу, зачем тогда, ну, продолжать внутренние, там, как бы, бои, которые, в принципе, обыкновенному режиму неинтересны. Они сегодня волнуются совсем другие вопросы, качество дорог, там, обучение, образование, школы, социальные программы. Поэтому, ну, если точно, ну, сейчас, ну, не можем, и не можем работать вместе, ну, тогда нет, тогда идем опять к избирателю, и пусть избиратель решает, кто прав. Потому что, я считаю, унижаться не надо, партия «Честь служить Риги» тоже на съезде сказала, мы за работу, мы хотим, чтобы максимум количество депутатов, ну, все-таки не ругали друг друга, а работали по тем обязанностям, функциям, которые им возложены, которых они добровольно взяли. Но сегодня видится, что это очень сложно достичь, потому что нет этого количества депутатов, ну, тогда нечего себя, как это, самим, ну, как унижать, ну, и тогда надо будет, наверное, идти за доверием к избирателям, да? Идти за доверием к избирателям. Это опять трата денег, это опять политические, ну, как бы, обещания. Это неопределенность месяца на два, на три, пока весь этот процесс? И тем более на полтора года, да. Да. Ну, «Честь уже триги» готова вот к неочевидным выборам, если придется это делать? Нет, ну, мы никто сегодня даже не предполагали, и это было бы очень плохо для политика, которая говорит, мы, мы, скажем, наша цель опять выборы, опять тратим деньги, опять разные эти лозунги и обещания. Мы, то есть, это не рассчитывали, но если так будет, то, конечно, мы так же, как другие, пойдем на это. Есть, конечно, страны, где там каждый год делается, как там в Испании, четвертые выборы парламентские за четыре года, каждый год новые выборы парламента, да, потому что не могут договориться, не могут составить коалицию. На доверие пройти. Ну, и тогда «Честь служить» Риге будет ставить свой список. Да. Вот, возвращаясь к Европарламенту, еще одна важная составляющая вашей работы – это вот такие межпарламентские связи, то есть, сотрудничество с третьими странами, которые не входят в Европейский Союз. Я знаю, что вы тоже работаете в очень важной группе со странами Средней Азии. Часть этих стран – традиционные партнеры Латвии, ну, к примеру, Казахстан в транзитной сфере. Вот, может быть, несколько слов еще об этом. Я считаю, что мы сегодня можем делать намного больше на благо той страны, с которой мы сами приходим в Европарламент, и в этом смысле из Латвии. То есть, Европарламент – одно дело, да, это вот это европейское пространство, на данный момент 28 стран, две страны ждут в очереди, чтобы вступить. Это Северная Македония и Албания. Одна страна сейчас мучается, чтобы уйти, это англичане. Ну, как это ни было, это пространство, экономическое пространство Евросоюза, свободное путешествие, свободные возможности работы, обучения и так далее. Да, это обязанность Европарламента. Ну, кроме того, у Европарламента, ну, то есть, Европейского Союза есть соответствующий, ну, как, контакт со всем миром, начиная с Новой Зеландии и завершая Африкой, да, там, везде есть соответствующие контакты и желания, то есть, принять друг друга. И одна из этих делегаций, это делегации с шестью странами Центральной Азии. Пять стран, которых мы очень отлично знаем, это Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Киргизстан. И еще плюс прибавили к этому, этим пяти странам, Монголию, да. Ну, о ней мы меньше знаем в последние годы, да. Ну, я тоже никогда в жизни там не побывал еще. Но факт другой, да, это очень сегодня важный регион, пункт один, это регион стабильности в мире, потому что они находятся рядом с Афганистаном, со всеми этими событиями, которые были. Там очень, ну, как это, важно, чтобы там не было каких-то, ну, не знаю, конфликтов или что-то другое, опять там, связанных с религиями, со всем остальным, что опять будут новые потоки беженцев и так далее. И эта стабильность, это иногда, как мы говорим, плохой мир всегда дешевле, чем хорошая война, да, это однозначно. Поэтому, то есть, Евросоюз очень заинтересован в центрально-азиатском вот этом регионе, как регионе стабилизации, это раз, чисто политический такой цель, а второе, это экономика, это рассчитывается сегодня на, ну, скажем, такую, это семь, в общем, ну, то есть, очень серьезный объем, серьезный объем жителей, да, которые там, в общем, живут. И это экономика очень серьезная, и, то есть, в этом смысле, конечно, во многом Латвия, в том числе, может сыграть важную роль, потому что все вот эти, ну, пути, транзитные, железнодорожные, они так иначе ведут в нашу сторону. И увеличивая сегодня этот взаимный интересы, взаимное развитие, потому что все эти страны вступили в мировую торговую организацию, то есть, они сегодня являются полноценными, ну, то есть, членами ее. И, ну, я как первый вице-президент этой парламентской делегации, в феврале первый визит парламентской делегации в Казахстан, то есть, это последняя неделя февраля, встреча с президентом новоизбранным, с парламентом, ну, это три дня интенсивной программы, соответственно, ознакомительной. В апреле Киргизстан, то же самое, туда же, да, абсолютно на высшем уровне, да, все встречи. И потом, скажем, те же самые визиты и Бруссель у них, так, шаг за шагом, и, ну, я в этом, наверное, учитывая мой опыт, что я работал в порту, ну, думаю, что какой-то сухой остаток может остаться. В чем он? Конечно, это не измерить иногда деньгами сразу, но, или какой-то инвестициями сразу в Латвию, или, там, дополнительным потоком. Ну, это сегодня возможно с латвийским, ну, вот, скажем, тому же самому реческому порту открыть двери по сотрудничеству с этими странами, то есть, потому что, ну, есть, есть соответствующая уже информация и возможность это делать. Может быть, такой последний вопрос, опять-таки, учитывая ваш политический опыт, ну, мы видим, что сейчас происходит в контексте принятия бюджета страны, ну, многие, мягко говоря, разочарованы, ну, к примеру, принимается закон о зарплатах медиках, потом правительство его игнорирует и говорит, что так и надо, денег нет, ну, и что, что мы приняли закон. Это ведь все может вызвать, ну, какую-то такую лавину, даже не столько, что люди не пойдут на выборы, ну, люди продолжат собирать чемоданы и уезжать. Я могу сказать, это самый классический пример подрыва вообще доверия законодательной власти. На сегодня можно вульгарно сказать, что депутаты, которые год назад кандидировали на парламентские, саймовские выборы, купили свои места враньем. Они купили, они обманули, они купили свои места, обещая и большие зарплаты, то есть повышение зарплат учителям, врачам, соответствующее увеличение, увеличение минимальной зарплаты и так далее, и так далее. Они все это обещали. Они обещали при здравом смысле, то есть они понимали, что они делают. И можно сегодня сказать, что часть, одна большая часть парламента купила эти места вот этими пустыми обещаниями. И сегодня, когда это однозначно ясно, что это невозможно выполнить, мы не нашли нефть в наших недрях, мы не нашли золото где-то в наших лесах. И у нас не хватает сегодня средств, чтобы это выполнить. Это как в этом гипподроме, когда этот старый анекдот шел, когда двое приходят в гипподром и спрашивают, на какую лошадь ставят. И тут одна такая полухромая приходит и говорит, ставьте на меня, я выиграю. Они спрашивают, точно выиграешь? Она говорит, точно выиграю. И поставили на нее. Когда кончился уже этот забег, эта лошадь приходит последней. Те говорят, слушай, а ты нам обещала, что придешь первый. Мы на тебя деньги поставили. Она говорит, извините, на этот раз не получилось. Не смогла, да. Не смогла, да. И вот что-то похожее сейчас в нашем парламенте происходит. Это говорит о том, что в принципе это очень серьезное может быть предупреждение и общество тоже, чтобы еще раз взвесивали, как голосуют, за кого голосуют. Ну это, конечно, память у каждого своя. Да, я просто хочу, чтобы помни... Иногда эти такие общие слова ничего не дают. Анекдоты больше вспоминаются, чем реальность. К сожалению. Да. Может быть, такой еще последний вопрос. Что сейчас вы еще считаете для себя вот в Европарламенте такой очень важным моментом, как раз может быть борьба за еврофонды? Вот что вы для себя определили, может быть, на следующий год? Борьба – это неправильное слово, потому что все хотят за что-то бороться, но где-то все-таки есть компромисс. Конечно, для меня очень важно сейчас вообще понять всю процедуру, как я могу, скажем, максимально эффективно работать. Раз. Я не хочу сейчас хвастаться, я только, по сути, три месяца еще в Европарламенте. Это не так много, если учитывать... Чтобы понять весь механизм работы, да? Ну, ясно одно, да, конечно, для меня, вот как для транспортного комитета, вот эти фонды Кахезии, вот эта планировка на будущее, какие проекты? Рео Балтик, Виа Балтика, электрификация железной дороги – это те финансированные проекты, которые пойдут из Европейского Союза. И, конечно, мне важно, чтобы мы их не проморгали, но чтобы опять тут, как занимаясь какими-то сместными сплетнями или революциями, мы просто не потеряли и ту маленькую часть, которая нам, ну, полагается. Депутат Европарламента Андрей Самерикс у нас был в студии, и большое спасибо.